Так, Басаев расстреливал учителя, я помню видео, потому что учил не шариату. Что за дикость, Тумсо? Образование научное должно быть на первом месте для народа. Так что на правительство зубы не точи и веди себя достойно. Хорошо, Маша Измайловская, так и сделаю. Спасибо тебе за этот совет, ты открыла мне глаза. Наш президент приехал к нам на родину с подписанным договором, на котором стояла роспись президента страны. Остальные вопросы нас не волнуют, что там дальше у вас происходит. Партон, за повтор, как вы оцениваете уровень образования, полученного вами в России? Да никак, я никакого образования в России не получал в классическом понимании этого слова. Ни в школе, ни в техникуме, ни в институте. В школе, конечно, я получил какие-то базовые знания. Читать, писать, складывать. Разумеется, я научился в школе. Но если мы посмотрим дальше, ни техникум, ни институт, он не дал мне никаких знаний от слова вообще. Никаких. Я не могу, конечно, из-за этого вообще все образование в России списать. Где-то, конечно, есть в России образование в том же МГУ или МТУСИ. Но говоря обобщенно, о России, да нет там нормального образования. Вообще сама система образования, она очень сильно устарела. Она давно уже не рабочая. Это неправильный подход, когда всех людей просто как роботов по одной программе обучают. Это ненормально. Надо понимать, что дети разные. У каждого есть какие-то индивидуальные способности. Кто-то хорошо запоминает, кто-то хорошо складывает, а кто-то какие-то химические компоненты хорошо смешивает. Поэтому нужно индивидуально развивать каждого ребенка в его направлении. Кто-то руками хорошо мастерит. Он будет из дерева такие шедевры тебе вырезать. Но элементарную какую-нибудь задачу, допустим, по математике или физике, он никогда ее не решит. Или, например, никогда не сможет грамотно писать. Не дано. Не работает у него мозг в этом направлении. Зато ты никогда не сможешь из дерева вырезать то, что он делает. Или там из железа, например, кто-то кует. Каждому нужно направлять, помогать ему развиваться в том направлении, в котором он хорошо двигается. По одной программе-то еще ладно. Можно, пожалуйста, хотя бы на уроке информатики не рассказывать, что такое соцсети и интернеты. Уже давно им об этом могут рассказать, да, преподавателям? Ага. Так, Басаев расстреливал учителя. Я помню видео, потому что учил не шариату. Что за дикость, Тумсо? Образование научное должно быть на первом месте для народа. Это неправда? Вау. Он не расстреливал учителя за то, что он учил не по шариату. Это неправда. А он расстрелял тогда главу администрации этого села. То есть это был российский чиновник. И он был расстрелян по обвинению в доносительстве на российским войскам. Это вообще не было связано никак с его учительской деятельностью. Другой вопрос, ты сейчас можешь сказать, правильно ли это было или нет. Там законы военного времени. Поэтому здесь я не буду как-то в эти детали вникать. Но дело там было не в том, что он учитель или что он учил там чему-то не тому. Там обвинение было более серьезное. Здравствуйте, Тумсо. Такой вопрос. Если наша родина станет независимой, какой язык будет у Кавказской республики? Так. Наша родина. Я думаю, ты вообще в целом про Кавказ, наверное, говоришь. Если ты имеешь в виду Чечню, то у тебя не возник бы такой вопрос, наверное, какой у нас будет язык. Скорее всего, ты имеешь в виду весь Кавказ. И ты, наверное, имеешь в виду какой-то язык, на котором будут все народы говорить, типа общий объединяющий язык. Как, например, в Евросоюзе есть единый язык. Это английский, на котором все они говорят. Вот какой-то такой подобный язык, какой у нас будет, я думаю, первое время это будет русский. Так как мы все на нем, в принципе, говорим. И нужно будет начать процесс очень серьезного освоения перехода на английский. И, соответственно, через какое-то время мы, наверное, перейдем на английский. Томсо, если ты хочешь нормально жить, тему поменяй. Ты такой же, как все, обычный блогер. Это твой хлеб. Ты кормишь себя и свою семью. Так что на правительство зубы не точи и веди себя достойно. Но он должен был дописать. Не дописал. Хорошо, Маша Измайловская. Так и сделаю. Спасибо тебе за этот совет. Ты открыла мне глаза. Как ты относишься к Асхабу Алибекову, который создал канал на Ютубе и открыто критиковал Путина, за что и сидит не первый год? Я к нему отношусь, как к десантнику российскому. Вот как я отношусь к псковским десантникам, которые погибли в Шатойском районе. Вот так же я отношусь и к этому человеку. Для меня это российский десантник. Договор между РФ и Чара и не был ратифицирован парламентом. Почему ты часто ссылаешься на него, говоря о признании независимости? Ну, потому что для меня договор состоялся, если его подписали президенты двух стран. Для меня этого достаточно. То, что там уже внутри, в другом государстве, что-то там у них, они о чем-то спорят, это уже нас не касается. Мы подписали и приехали. Наш президент приехал к нам на родину с подписанным договором, на котором стояла роспись президента страны. Остальные вопросы нас не волнуют, что там дальше у вас происходит. Почему Шамиль, присягнувший российскому императору, а не умеря в бою, не является предателем? Его воины умирали буквально дни назад, а он пленен и присягнул. Если бы Шамиль присягнул царю, царю и добровольно присягнул царю и отправился бы жить на Калугу, он был бы предателем, несомненно. Но дело в том, что он сначала сдался, то есть попал в плен, и уже после этого были все остальные истории с присягой, с посещениями балов и так далее. Поэтому все то, что происходит, когда человек находится под их властью, в их плену, неважно почетный или непочетный, какому он им был, мы к этому всему относимся с оправданием. То есть я считаю, что его присяга не являлась искренней. И вот все то, что он делал, уже находясь у них, я за это все его оправдываю. Поэтому я не считаю его предателем, я делаю за него туа. А если бы он присягнул царю и просто отправился бы жить на Калубу, то он не только был бы предателем, он бы перестал быть мусульманином. В принципе, на него два делать уже нельзя. Здесь просто вот этот момент. Человек, да, в тот момент, то есть я сам критикую его за то, что он сдался. Конечно, это было неправильное его решение. Я бы хотел, чтобы он сразился с ними и ушел, попал бы в бою. И он тогда действительно остался бы в наших сердцах как герой. Но и перебарщивать с этим я тоже не могу. То есть этот человек, который, да, он сдался в этот момент, он принял, к сожалению, неправильное решение. Однако, он не перешел на их сторону и не стал сражаться против своих вчерашних товарищей. И все то, что дальше было, когда он уже был у них в руках, это все я не принимаю и за это я даю ему оправдание. Субтитры создавал DimaTorzok